Я сейчас хочу пригласить на вторую часть Аттона Заловатенко. Он нам сейчас грозно и серьезно... Я не знаю, что я тебе рассказываю. Потому что ты умеешь хорошо. Вообще не знаю, что я вам скажу. Ну а ты скажи, что любят. Я даже растерялся, не знаю, что я расскажу. Ты растерялся. Я вчера для своей команды писал пробу, да, на сегодняшний мероприятий. Там написал первая часть будет Аня Дудняк, женский взгляд на бизнес. Вторая часть будет я, мужской взгляд на бизнес. И что там сегодня будет? Пойду послушать. Давай, мужской взгляд. Спасибо тебе, Ань. Аплодисменты. 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 А мне мужчина дала мужской взгляд на страны. Да, очень рад вас всех видеть. На самом деле я не ожидал, что... Ну, как вы понимаете, что люди в январе, половина дня я точно все прилетают. Вот куда-то в пространство. Вот, никогда... Даже не ожидал, что сегодня столько будет людей. Думаю, сегодня будут еще люди расслаблены. Вот, к тому же, мне приятно уже жить из дома. На улице весна. На улице весна, да. Вообще просто как лето, весна, не знаю. Вот, смотрите, ребят, на самом деле, правда, я не пошутил. Я обычно всегда готовлюсь, прям серьезно. Вот, я на самом деле не пошутил, я не знаю, что вам рассказывать. Вот. Кто доволен сегодняшним годом, который прошел? Самодисциплиной, результатами, кто вообще доволен? На половину. Раз, два, три. Три человека. Паша не доволен, короче говоря. Ну, на половину я сказал. Паша не доволен, все вроде. Нет, не доволен, но еще есть, почему. Ну, понятно, да. Не в целом, да? Вот. Вот, на самом деле, я в девятнадцатый год прям зарубился работать. То есть, когда... Я в прошлом году, с девятого января, начал работать. Я поставил цель, конкретно для себя, хорошую цель, начал работать. Я реально, ребят, провел весь год в дисциплине. Я никуда не ездил отдыхать. Вот. Я никуда не ездил отдыхать. Знаете, там можно запланировать неделю, прожить месяц, потом сорваться. Вот я прям... Я по честоку прожил весь год. В прям весь город в дисциплине. Знакомил примерно по 200, по 240, 200-240 человек с бизнесом МЛР каждый месяц. То есть, 200-240 человек узнавали через видео. Ну, оттуда примерно там были встречи там, в среднем было по 8, по 10 стартов в месяц. Вот. И в принципе, как бы в целом я буду очень рад, потому что то, что произошло в нашей команде, для меня это просто переворот событий. Но ту цель, которую я поставил, я пока не достиг. Я, конечно, попереживал, немножко понял, что Бог, как в камере такая фраза есть, если Бог откладывает, то это не значит, что он отказывает. Но на самом деле, там не знаю, про цифры могу сказать, кому интересно про цифры? Конечно интересно. Нам удалось с командой увеличить оборот в среднем в 5-6 раз. Оборот с командой. В 5-6 раз мы увеличили оборот. Оборот нашей команды, оборот. Мы сейчас работаем в 20 городах. В 20 городах России и две стороны у нас есть, плюс две стороны. Плюс две стороны. Значит, что еще? Значит, я недавно записывал видео, и я посчитал, у меня первый год, я в ЛР вообще 5 лет, вот ровно 5 лет, у меня 9 января, было день рождения в ЛР, 5 лет у меня было ровно. Значит, первый год у меня вообще никто не подписывался, 8 человек всего было подписано, при том, при всем, что каждый день проводил эту встречу. За последние 4 года я посчитал, реально для видео мне нужно было посчитать, я подключил лично в бизнес больше 350 человек. Прикиньте, то есть я реально могу сказать, что я в этой теме стал профессионалом, подключил 350 человек в бизнес. Вот, как вам такая цифра? Отлично. Я знаю, что многие из вас просто мечтают, ну хоть кто-нибудь бы подписался бы. Точно. Ну есть такое? Есть, есть. Ну блин, ну как вообще, да? А первый год у меня никто не подписывался. Вообще никто не подписывался. 8 человек я в первый год подписал. Сейчас я за месяц подключаю такое количество людей. Самое рекордное количество у меня, у меня был в феврале, было самое рекордное количество стартов было, 15 человек за месяц я подключил. Это холодный контакт, ребята. 15 человек за месяц. Это не то чтобы Причем старты, как правило, у меня Из 10 людей, которые стартуют в среднем 7 стартуют на 250 баллов Как вам такие показатели вообще? Вот Ну вот так немножко сказал про свои цифры Вот, двигаемся дальше В общем, настойчивость И упор сотворить чудеса Вы знаете, если когда вы там теряете веру Что-то не получается, что-то внутри срывается Отчаяние приходит и так далее Я могу сказать одну вещь, прям запиши тебе Настойчивость это волшебная вещь Это магическая вещь, оно стирает Все вообще просто, стирает абсолютно все Возможно, кому-то это слово Сегодня не нравится, но это, блин, правда Если у вас не хватает Ну, простите меня, я так про себя тоже думал И иногда приходят такие мысли, не хватает мозгов Какой-то харизмы, чего-то не хватает Что-то не получается Бывает, что оно долго не получается Я себе говорю, настойчивость Все пробьет абсолютно Поэтому Запишите такое право, чем важно В основном, то есть мой, одно мной Да какой теплый круг Теплый круг закончился в первые три месяца У меня было 70 человек Да, у меня теплый круг был Я прошел за первые три месяца У меня было 70 человек в моем списке Значит, мне все сказали нет Некоторые самые даже близкие друг У меня был очень близкий друг Мы с ним прям классно дружили Вот, мы были там в нескольких сетевых компаниях Я говорю, про ЛРМ позвонил Я сказал, я говорю, слушай, крутая тема Вообще просто Это был просто отборный мат Хватит уже с этим сетевым маркетингом Все это фигня и так далее И так далее Вот Просто, ну, реально был отборный мат Мне было неприятно, конечно, тогда У меня была пауза, полчаса я отходил Вот, ну, ладно И из моего круга знакомых 70 Подключилось только два Значит, одна подключилась на продукты Она через месяц В общем, съела продукты Больше она его не ела Вот И второй человек Это был тоже мой хороший друг Значит, он продержался два месяца Вот Тогда еще были часы давали Помните, вот это Вот У меня была прям заруба За часы взять Там, две тысячи баллов надо было сделать Дарили часы Вот Он чуть-чуть не дотянул до этих часов И тоже он слился Вот И потом мы с ним созвонились Наверное Как, что там Через год созвонились Я уже помню Тогда Тогда был Георио Получил первую машину В компании Вот И позвонил И я помню Прям тот телефонный разговор Он говорит Слушай, как ты можешь Говорит Ну, это же столько отказов Это же так тяжело Вот в этот бизнес Так столько отказов А он Значит, в итоге Все эти годы Пять лет Он разносит Пиццу Как это называется? Курьер Курьер, да Все правильно Курьер Вот Я говорю Ты знаешь Для меня Конечно Отказ это тяжело Для всех тяжело Но для меня Самое тяжелое Это прожить Следующие 40 лет Впустую Вот для меня Это самое страшное Вот когда я Представлю, что мне 80 лет У меня был шанс Я это не сделаю Я это не сделаю Это самое страшное Что может быть Я лучше буду Тысячу отказов Получать Но я никогда Не сдамся То есть Вот эта Неудовлетворенность Жизнью Вот жить И ты Знаешь, что ты не смог Ты отступил Ты слабый Перед самим собой Вот это Самая страшная Мысль для меня Я говорю Знаешь, для меня страшнее Прожить пустую жизнь Нежели получать Час отказы Потому что Я могу точно сказать Что На первых парах Может быть многое Чего не получаться У вас Но если вы Не свернете С этого пути Реально Вы не просто Подписали контракт Я жду Когда моя жизнь Имеет свет Когда вы действуете Каждый день Пытаетесь Пробуйте Проводите Дурацкие контакты Дурацкие встречи Кто-то пришел Кто-то не пришел Какую-то ерунду Вам сказали Вот Начинаете проводить 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 А потом все это превращается Чтобы Потом ты считаешь За 4 года Ты подписал 350 человек лично И ты понимаешь Что ты в этом Стал профессионалом Ты понимаешь Что Это в кайф Это потом становится В кайф Хотя никто не знает Сначала тяжело Непонятно Потом становится В кайф Вот И Потом ты начинаешь Понимать Как формировать команду У меня не получалось Несколько лет Вообще формировать команду У меня 250 человек Ушло просто Никуда Вот я подписывал Они уходят Подписывал И они уходят Подписываешь А не уходят У кого такая ситуация Есть Я здесь В офисе Одну женщину С трейдером Говорит Антон Я смотрю Ваш канал Утюб Значит Вы знаете У меня Депрессия У меня Очень плохое состояние У меня такая депрессия Я говорю Что с вами случилось Я вот в бизнесе Уже год И у меня Никто не работает Никто не работает Я говорю А в чем проблема Сколько вы подписали человек Она говорит Я подписала Четыре человека У меня никто не работает Сама ничего не делает Мне реально смешно становится Реально смешно И все мы через этот бизнес Так проходим И сейчас Удалось нам увеличить оборот В 5-6 раз В этом году В 20 градусов Я думаю Блин Офигенно Были времена Когда у меня не получалось Ты долбишься И ничего не получается И настойчивость берет свою Если вы каждый день Настойчиво Просто долбите Каждый день Делайте 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 И в конце концов Это складывается Короче смотрите Это было такое вступление у нас Вот Смотрите Какие у меня есть темы На самом деле Правда Я могу вам тему сказать Можем просто устроить Бифинг Вопрос-ответ Есть такой первый вариант Раз Второй вопрос Мы можем с вами Проработать личную историю В бизнесе Потому что Подписав Такое количество людей Я убедился в том Что 50% успеха Для того Чтобы вам люди стартовали Это правильно Рассказанная личная история О бизнесе Я даже видео Недавно Об этом записал Это вторая То есть первым Можно устроить Брифинг Просто вопрос-ответ Вторым Можно устроить Мы с вами поговорим Как рассказать личную историю В бизнесе Потому что Если вы проводите Презентацию по бизнесу И не рассказывая свою историю Это очень Очень плохо Потому что Это дверь к людям Правильно рассказать Историю Это дверь к людям И этот очень сильный акцент Год назад Прямо в прошлом году Мне Патрик Кёниг поставил Я тогда уже понимал Но у меня не было Сильного акцента Мы стали прорабатывать Историю В команде Даже Взять мою жену Олю Например Она например Еще не умеет Рассказывать Профессиональную бизнес-презентацию Сейчас это мучится Но Она когда попробовала продукт Она получила Классный взгляд по здоровью Мы подняли бабушку 84 года Фактически Там Ну не буду сейчас Историю рассказывать Подняли бабушку Короче с кровати Замечательно чувствую И мы с ней научились Рассказывать две истории Историю по продукту Историю по бизнесу У нее стали люди стартовать Она еще не знает маркетинг-план Они еще не умеют Так профессионально Рассказывать про бизнес И научиться Но мы прокачали с ней Вот эти две истории И ее стали люди слышать Узнавать Подключаться Вот это очень важный момент Дальше Есть еще такая тема Мы можем прокачать С вами цели Например Есть Мои У нас 13 волшебных вопросов Как себе поставить цель Как такой сам анализ Делать Например Более уже 45 минут Можем не успеть Либо можем прокачать возражения Что вам интересно Историю Историю Антон Давай коротко Историю Историю коротко не получится Когда мы берем историю Мы качаем историю Если мы берем цель Историю Историю Вот мне знаю И что мы будем делать Смотрим целью история Что для тебя было важно Самое важное То и проводим Историю 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 Вот смотрите Давайте Давайте такую вещь Давайте так сделаем Давайте так тогда сделаем Смотрите Так как у нас начало года Начало года Давайте мы тогда с вами Проговорим про цели Правильно? Логично В эту историю потом Но смотри В условии тогда так Мне не хочется Чтобы здесь Были зеваки Просто сидели Типа понаблюдаю Посмотрю Потому что те вопросы Которые у меня есть Я их собирал Несколько лет Я их собирал Для самого себя Прежде всего Для того Чтобы открыть Свой внутренний источник Энергии Силы И так далее Я знаю Что у многих людей Они никто никогда Не делали с собой Такой сам анализ Мы с командой Прорабатывали В начале года Как у нас Седьмого Мы седьмого У нас был Созвал зуми С командой Мы прорабатывали У нас Мы два занятия Выделили То есть Если вы сейчас Это не сделаете Скорее всего Пролетит год Вы не сделаете Это дома То есть Это та вещь Которая просто садился вечером Брал из бумаги И думал Задавал себе эти вопросы И у меня выставился Такой вот Некий список Очень полезный список Вот этих вопросов И отвечая на которые Вы начинаете Открывать свой потенциал Это источник Внутренней энергии РАС Это источник Вашей внутренней уверенности И это точно Ориентирует Куда вы идете Вот Я вам сейчас Такой пример Вот перед целью Такой очень важный момент Хочу сказать Как вы считаете Какие самые важные Вообще критерии Параметры Для того Чтобы достичь успеха Вообще Самые важные В нескольких составляющих Кто может сказать Например Если это ВЛР Да какая разница Вообще не имеет значения Давайте Мы же про ВЛР Рассказываем Давайте Кто сказал Уверенность Вот это Прямо Вообще Самая суть Давайте так Уверенность в себе Уверенность в себе Это первое У кого есть листы бумаги С собой Чтобы мы писали Потому что Если вы не будете писать Это бесполезная Вам там не будет Если у вас нет листа бумаги Можно взять Наклады Где мы пишем Заказы Вот на это видео Это не записано У меня нет Именно на это Нет Вот кратко То что мы сейчас скажем Основные моменты От чего зависит успех Это есть видео Но вот про 13 вопросов Этого видео Нет 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 Получается 13 вопросов В себе Да 13 вопросов В самому себе Если вы Вот мы сейчас Кратко с вами пробежимся По вопросам Про работы Если вы дома Сами себе Выделите время Не один вечер И продумываете Для себя То это будет Очень Это будет Важнее чем Все остальное Чем вы сделаете Вот дальше Уверенность в себе Так Листы все взяли Да Значит давайте Первое Один из самых важных Уверенность в себе Еще какой важный момент При достижении Цели Для того чтобы Изменить жизнь Какие еще важные моменты Должны быть Какие составляющие Видели Давайте Видели Ребят Давайте Так Действия Короче Действия Еще что важно Для достижения цели Видение Конечной цели Видение Что Что Скажем Видение Конечной цели Так Видение Короче Цель Правильно Цель Уверенность в себе И действия Равно Что у нас Будет Результат Правильно Результат Результат И вот Получается Такая вещь Что До тех пор Пока у нас Нет цели Первый источник Уверенности В себе Откуда Складывается Первый источник Уверенности В себе Определенность Сначала Идет Ростановка Цели Если у вас Нет цели Вы уже Проиграли Сто процентов Если у вас Нет цели Второе Идет Уверенность Себе То есть Это Некое Состояние Которое Мы нарабатываем В процессе Дальше Действия И результат И вот Эта цель Уверенность Себе И так далее Это дает На самом деле Веру В себя Веру в себя Веру в результат Это дает В конце концов Результат Вот я вам сейчас Смотрите У меня такое Интересное Произошла такая Картинка Интересная Я прям тоже В зуме С командой Я об этом говорил Я вам сейчас Рассказываю Две короткие Такие Как бы Зарисовки И вы прочувствуете Как эти зарисовки На вас влияют Смотрите Значит Первое Давайте представим Такую ситуацию Что К вам Ну не знаю В общем Вам сказали Не знаю Неважно Кто сказал Вам сказали Такую вещь Я просто Вот к чему Сейчас рассказываю Что Если вы уверены Что вы Получите результат У вас будет Другое поведение Если вы Не уверены Что вы получите Результат У вас будет Поведение Другое совсем Даже Вот знаете Я говорю Есть Там нет Говорят Ленивых Людей нет Да Вот На самом деле Наверное Это так Я бы сейчас Просто сделаю Две зарисовочки И вы поймете О чем речь Вот мне в голову Недавно пришло Очень крутая вещь Которая показывает Что значит Когда вы уверены В достижении результата Какое у вас действие И что значит Когда вы не уверены В достижении результата Как вы себя Начинаете вести Вот Я могу сказать Точно из вас Что если вы Точно знали Что например Через полгода Каждый из вас Через 6 месяцев Встанет например МЛГ То есть выйдет на доход Там сделал оборудование 12 тысяч баллов Чек 50 тысяч Германия Вольфсваген пол И вам сказали Что делай каждый день Там 5 контактов В день Тебе гарантия 100% Что это у тебя будет Ты можешь в это Верить Не верить Никому не интересует Твоя задача Просто 5 человек Познакомиться Вопрос Какое у вас будет Поведение Будете ли вы Себе утром Подниматься Ну смысл Чего А вдруг Это не будет Ну зачем Я не буду это делать Причем это так Числи не провалить Смотрите Такую зарисовку Рассказывают Значит Вам говорят Что есть мешок В этом мешке Там не знаю 3 миллиона лежит 3 миллиона рублей Есть мешок Этот мешок Закопан За 500 километров От Москвы От Мкара 500 километров И вам говорят Что эти деньги 100% у тебя есть 100% Эти 3 миллиона У тебя есть Это весомая сумма Общая нормальная сумма Сегодня можно даже В принципе Студию купить В Москве И больше не снимать Жилье 3 миллиона есть Закопано в мешке И вам говорят Что до этого мешка 500 километров Нужно идти только пешком Никакие другие варианты Не прокатывают Я примерно прикинул Сутки Для того чтобы пройти Сутки С отдыхом Это примерно Вернее Для того чтобы пройти 100 километров Это примерно Полтора суток Нужно идти Ну плюс еще Нужно отдохнуть Нам надо поесть Там остановиться То есть Прикиньте Сколько нужно идти Там Ну полторы недели Наверное Вот этого мешка Не так много Но идти нужно Только пешком И вот представьте Вам приходит Человек говорит У тебя Закопан мешок 3 миллиона Тебе ждет Тебе нужно Только дойти Пешком Все Бери там с собой Деньги Перекусить Нельзя Никаком транспорту Должен идти пешком Вопрос Кто из вас Будет тормозить Сидеть дома Мне лень Сегодня не пойду Попью чай Да ну Я пойду пока Кто из вас Будет тормозить Честно скажите Кто побежит Сразу Я пойду Я не побегу Но я пойду Не вот правда Я говорю Представьте Реально такую Ситуацию Вопрос Почему Почему не все руки подняли Кто побежит Я побегу Сразу Вам дают 100% гарантию Что этот мешок Есть Нужно дойти Никаких такси Нет Только пешком Можно идти В условиях Только пешком Правильно Ты первый Прибежал Мне что делать Дело Нет Неважно Ничто не знает Мешки Никто не знает Он твой Неважно Кто куда прибежит Мешок твой 100% Вопрос Кто будет тормозить Даже Даже если человек Ленивый Он будет ли тормозить Нет Да нет Он пойдет Сразу Он собрался Все Кроссовки Одел И пошел Давайте другу И вот То же самое Мы ведем все так Если мы уверены В результате Получения Результата Мы начинаем Работать Как сумасшедшие Добросовестно Мы начнем Откладывать Вы же точно Знаете Что вы получите Вы просто Переведите Эту ситуацию На самих Себя В бизнесе Да Насколько вы уверены Я когда людей спрашиваю Он уверен в получении Резон Конечно уверен Человек не действует Он не делает Почему Потому что он не уверен В получении результата Он не знает А вдруг это не сработает А вдруг я сделаю Это будет Как Аня сказала Суперная неудача И вот это нас тормозит А есть Может к этому скажу Потому что у себя Вот когда я пришла Думаю Все фигня Все брехня Но через 3 месяца Если машину Не получу Брошь Все нормально Не брошь Да Ставить цель Конкретно Да Следующая зарисовка Вы представили Да На себя пример Вы примерьте на себя Как вы себя ведете В жизни на самом деле То есть вы На самом деле Если бы знали Что вы точно получите Вот эту квалификацию Деньги Вы бы не тормозили Реально Потому что вера Это сильная вещь Вот я вам сейчас Сделал такую зарисовку Что это как раз Вот этот инструмент веры Когда вы точно знаете Что вы получите Почему люди точно Ходят на работу Они готовы Все остальное Сложить Там детей И так далее Почему Потому что они точно знают Что через 30 дней Они получатся Пусть маленькие деньги Но они 100% Их получат Пусть они в долгах Пусть у них нет перспективы Но они за них Потому что это Те деньги За которые нет Нужно там За квартиру получить Это гарантия Понимаете Какое вы говорите А здесь ты приходишь Вот тебе там Порши Поршики Моршики А ты же не знаешь Получат Ну не знаю Получат или нет Понимаете Да О чем мы говорим Вторую зарисовочку Вам рисуют Вам также говорят Что человек Значит Вы говорите Что есть деньги Та же самая ситуация Но вам сказали Но мы не уверены Если они так Мы блин не знаем Но есть такая гипотеза Что возможно Три миллиона закопаны Вопрос Насколько быстро Будете ли вы думать Раз Идти не идти Насколько это В общем не надо Ну это Ну 10 дней пешком И тогда деньги потратить Там да Ресурс Да ну Это немало А вдруг Это будет все зря А вдруг Я пришел Я вновлю Какое у вас будет поведение Будете ли вы тормозить Давай сначала Я потом Будете ли вы тормозить Какое будет у вас поведение Я буду точно тормозить Я буду Я не пойму А? Я однозначно Я не пойду И что происходит Включается тормоз у вас внутри У вас включается тормоз Что происходит С большинствами партнерами Да Тот же самый тормоз Вы не знаете Получит этот Volkswagen Пол или нет Вы понимаете О чем я говорю Ребята? Состояние Понимаете На работе нам гарантировать Деньги А здесь Что нам нужно делать Нам нужно вот эту уверенность Гарантию Нарабатывать внутри Через самодисциплину Через принятое решение Через постановку цели Через действия И через самоглушение Последнее слово Так давайте по 13 вопросов У нас время вообще мало Вот это для кого было важно услышать Я просто про то чтобы анализировать Самому себя А как все не ставят Если например Вот я просто вот к этой же зарисовочке Просто говорю Главной человек Вас как зовут Можем? Жан Жан Да Очень необычная Ну как давно было? С ноября С середины Ноября того года Да? То есть несколько месяцев Начали уже действовать Дренились в бой Или пока Набударились Пока Снакомых нельзя Давай Давай Не было Вот Вот я например Жана спрошу Ну например Вот каким-то Зарисовкам Если бы вы точно знали Какую хотели бы цель достичь Набудар Например Первый Например Для вас Дальше Первый Большой И первый Майк Ну то и самое День Давайте Вот ту цель Которую ходишь Блин Я вообще Круто Я вот это сделал Я прям Круто Я прям Себя уважаю Вообще Я красавчик Я так думаю Если бы 20% Личная цель Да? Личная цель А сейчас Свой бизнес Или Найм Я пока Что Ну По найм Работать Но я В отпуске Мы так сказать Не обыкновили Просто Решил От себя Что Вы сейчас Правильно Сказали Что Нужно Осматривать Этот бизнес Как Реальная Возможность И 100% Получиться То есть На работу Я ходил Я пролевал Что там Забавно А здесь Мы так же Будем Делать И Я За эти Месяца Только Не Должен Ну Я вам скажу Уверенность Это ключевый момент Но вопрос Что мы С ней Не рождаемся У Есть У кого-то Уверенность Это Есть Изначально Но у кого-то Ее нет И мы С ней Не рождаемся Ее будем Создавать В процессе Это Цель Это Самодисциплина Это Самогнушение То есть Когда мы Сами Себе Начинаем Убеждать В том Что Мы Это Сможем Сделать Вот И Вот Когда Мы Не Убеждены В том Что Мы Получим Результат Вот Здесь Начинается Размазывание Трата Месяц Месяц Который Проходит Году Мы Теряем И Все Все Мы Сами Себя Демотивируем Вот Простой Такой Пример Для Вас Если Вы Точно Знаете Как На Зарплату Пришли Вам Дальше Человек 100% Если Будешь В принципе Три Человек День Тос И Тебе Сказали Что 100% Через К лету У тебя Будет Вольсваген Поло Все Об этом Узнают Мои Знакомые Все Кто Тебе Сказал Нет Значит Скажут Ну Ты Класс И так Далее Вот И Вот С Сегодняшнего Дня Один день Пропускаешь Возможно Теряешь Три Человека Каждый Знакомец Но Тебе 100% Ты Получишь Не пропустишь Ни дня У тебя Будет Приоритет Правильно У тебя Не будет Других Дел В кино Пошел Друзья Ой Мне Сегодня Некогда Это Правда Ребят Если Вы Знаете Точно Ну Как Только Вкрадываются Сомнения А Я Сегодня Буду Делать А Завтра Я Не Знаю Получит Не Получит А Вот Я Пробул А У У У У У У У Десять Человек Рассказал 50 Рассказал Мне Отказали Не знаю Наверное Я какой-то Не такой Я не та Но Кто Себя Узнал Сейчас Я Себя Узнал Так Вот Интересно Мечта Что Уверенность В себе Она С ней Рождается Ее Создают Ее Качают Как Хочется Как В зал Вы Начинаете Ходить Ее Тренируют И Она Я Пришел К К Что Она Я Я Принято Решение Вы Ставьте Цель Я Принимаю Решение Ставлю Цель И Я Даже Когда Я Думаю Блин У меня Айфон Становится Вот Это Я Сделаю Но Внутри Я Понимаю Что Я Не Верю В Это Я Пока Не Верю И Ты Примаешь Решение Делать Без Веры Ты Просто Без Веры Делаешь И Эта Вера Начинает Формироваться Постепенно Ты Себе Вбиваешь В голову Что Я Смогу Это Сделать У Меня Все Получится Ты Не Идешь На Компромис С Дисциплине С Самим С С С С Сказал 5 Человек Ты Будешь Делать Каждый Ты Будешь Делать 5 Человек Я Делаю 7-10 Контактов Каждый День Знакомлю С Людьми С Например И Дальше Это Начинает На самом деле Очень Управляемый Процесс И То Что Для Вас Раньше Считалось Ложью Если Вы Начинаете Лож Вбивать Себе В голову У нас Становится Правда Через Время Понимаете То То Что Я Не Могу Я Не Способен Я Никто Это Означает Только То Что Вам Кто Вбил Эти Мысли В голову И Сами Себе Вбили Это Ваша Реальная Правда Но Приходят Сильные Лидеры У меня Такая Квалификация У меня Такой Доход Я Сильный Я Мощный Я Уверенный Тогда И Плюс Действия И Вы Начнете Понимать Как Ваш Возг Начинает Перепрограммироваться Вы Не Лезь Не Суйся Никто Не Суйся Да Не Лисовывайся Или Я Да Кто Ты Такая Например Да Или Например Скажите Простой Слово Я Богатая И У Вас Внутри Сразу Будет Противоречь Да Какой Ты Богатый О Чем Ты Говоришь Я Крутой Лидер Да Какой Ты Крутой Лидер Внутри Диалог Пронаблюдайте За Управлять Вот Как Если Огород У Вас Если Вы Ничего Не Сеете Там Не Полите Не Ухаживайте За Нем Каждый День Там Растет Просто Сорняк Сорняк Это Негативная Мысль Оценка Самого Себя Оценка Чувств И так Далее Если Вы Начинаете Засевать Правильные Семена Каждый День Проговаривать Себе Аффирмации Каждый День Говорить Что Что Я Крутой Что Я Сильный Лидер Что Ко Мне Приходит Сильный Лидер И Вы Начинаете Это Чувствовать Каждый День Себе Говорить Начинаете Чувствовать И У Вас Начинает Внутри Накапливаться Энергия Вы Засеваете Эти Семена Они Начинают Прорастать И Вот Этот Путь Он Может Проделать Любой Человек То Если Вы Смотрите Телевизор Новости Для Была Для Стата Это Мусор Негативные Новости Негативные Разговоры Путин Козел Колбаса Дорожай Ты Никто Не Суйся Это Мусор Для Идиотов Понимаете Я Жестко Говорю Поэтому Важно Взять Под контроль Свою Разов И Начать Самому Себе Говорить Другие Вещи Не Позволять Никакому Негативу Когда Я Начал Себе Так Мысли Менять У меня В окружении Были Несколько Людей Которые Постоянно Мне Звонили Сливали Помои Свои Понимаете Негатив И так Далее Я Этих Людей Я Говорю Давай Так Я С тобой Готов Общаться На Позитив Вот Все Проблемы Прям Жестко Я Сказал Несколько Я Не Готов Слушать Непревращаемую Жизнь В унитаз Я Не Готов Это Слушать Потому что Негативная Информация Не веря В цель Не веря Во что-то Это Страшный Я На самом деле Если вы не понимаете Это страшный Я Это Зараза Это Значит Даже есть Русская Постановица Что Одна Козлища Там Какая-то Больная Может Все стадо Это Негативная Информация Понимаете У меня У меня Было Два Негативных Человека В этом году У меня было Два Негативных Человек Которые были Все недоволены И так далее В чате Подписались Партнеры Нормально Стартовали Я сделал Предупреждение Один раз Второй раз Я их удалил С чат Я говорю Мне больше Не звони Потому что Мне не нужна Негативная Информация Это очень важно Кто понимает О чем я сейчас говорю Я могу Быть жестко Говорю Все Русладется Нельзя Не стекать Прекратить Общаться Со всеми Нытиками Прекратить Общаться С негативами Прекратить Смотреть Тупой Телевизор Потому что Это просто Программирование Людей На негативной Информации Зарабатываются Деньги Самые большие Деньги Потому что Это притягивает Большое количество Людей Прекратить Смотреть Телевизор Только позитиве Говорить О себе Только что Я крутой Я сильный Я мощный Есть еще Афирмации Сильные Которые Хотите Могу написать Сильные афирмации Которые Можут проговаривать Себе Каждый Понимаете О чем я говорю Вы либо Свою голову Свою жизнь Превращается В мусор В мусоросборник В страшный Либо вы начинаете Очищать свои мозги И начинаете Сами себе Говорить Другие вещи И ваша жизнь Начнет меняться Вот представьте себе Человек приходит Зарплаты В долгах Человек приходит В страхах Загнанной Ему всю жизнь Говорит Что ты никто Не дергайся Больше зарплаты 50 тысяч Не заработаешь То есть Могу Сто в голове Приходит человек С таким Сознанием Ему еще родственники Все говорят Куда ты в лес Понимаете Все говорят И как он может С таким разумом С негативным С этими Что-то создать Ничего не может создать Он дергается пару мест Он говорит Нет Я ухожу из бизнеса Понимаете Но у него в голове Мусор Понимаете Мусор Нет определенности Никакой Блин Уже 20 минут Для кого было важно Это слышать Я может быть жестко говорю Потому что я Я в себе Это просто Знаете Он искореняю Просто отрубаю Я отрубаю Негативных людей Я отрубаю Негативные мысли Если я еду Я не знаю Еду на машине Вдруг у меня Какое-то Какое-то сомнение В виде мысли Внутри Начинается Крабливаться Какое-то сомнение Блин Вдруг не получше Я себе сразу Внутри Себе Говорю Стоп И начинаю Повторять Свою главную цель Я начинаю Себе Что я сильный Лидер Ко мне приходят Сильные люди Ко мне приходят Сильная команда Каждый Каждый День я расту Каждый месяц Я расту Каждый год Я расту И как только До тех пор Пока вы не поменяете Внутренний диалог С самим собой Внешне Поменять будет Невозможно Многие из нас Борются Со следствием То есть у вас был Внутренний диалог Негативный Вы себя не верите Мне поставлены цели Вы не делаете Никаких действий У вас внутренний Диалог Негативный И ваша жизнь Это всегда Точное отражение Ваших внутренних Диалогов Сознательного Или без Сознательного Это точное отражение Ваша жизнь Точное отражение Если у вас есть Сегодня долгие кредиты Это означает Только одно Они в вашем разуме есть Вы их допустили В свою жизнь Если в вашем разуме Есть негативные люди Вы их допустили В свою жизнь Если вы Вот смотрите Нафига Мне В моем списке человек знакомый, который меня не поддерживает, который у меня хайпит. Зачем он мне нужен такой человек? Зачем он будет меня разъедать, этот человек негативный? Понимаете? Я не говорю, к примеру, мама, папа, там, зестра, это святое все. Но даже здесь мы не должны позволять. Давай остановимся разговором. Я взрослый человек, я принял решение. Понимаете? Они могут негативить. Но мы с ним относимся к уважению. Есть круг знакомых, у меня был такой круг знакомых, которые негативили, которые, да, Антон, тебе не получит. Зачем он мне нужен? Понимаете? Я лучше тоже человеку, который скажет, у тебя получится, я тебе пойду. Какой настоятельный? Настоящий друг кто? Настоящий друг кто, кто тебя поддержит. И кто тебе, когда у тебя хорошо, он за тобой порадуется. У меня очень много друзей по-любски, когда мне стало получаться, там, на второй, третий год, мне стало получаться. Да, там, за границу поехал, например, да, и у меня стало получаться. И зависть, вот это я чувствовал завистью. Зачем мне такой друг, который разъедает своей завистью в мою жизнь? Зачем он мне нужен? Зачем? Зачем я буду травить? Понимаете? И вот мы начинаем устраивать эту агу. Ну что, 13 вопросов? Или хотите, можем задержать? Нет, 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 нет. Хорошо, для кого это было важно услышать, ребят? Это прям, вот, вот, смотрите, то, на чем мы фокусируем свою жизнь каждый день, туда мы идем. Если вы фокусируетесь на проблемах каждый день, не получается, я не тот, я не та и так далее, вы продолжаете разрушать свою жизнь. Ничто внешне не может вам помешать. Если вы фокусируетесь на своей цели, на своей цели, то тогда ваша жизнь идет в сторону цели. Мысли, мысли, которые вы позволяет себе думать, слова, которые позволяет себе говорить, и чувства, которые позволяет себе думать, это формирует всю вашу жизнь полностью. Еще приведу такой пример. Вы пришли в ЛР, сели на машину, едете на машине, и вперед это цель, правильно? Назад это ваше прошлое, то прошлое, от которого вы хотите избавиться. Вы садитесь, вот если вы думаете каждый день негативно, прокручиваете внутренний диалог, я не та, у меня вдруг не получится и так далее, означает, что вы сели в машину, сели за руль, но смотрите в зеркала заднего вида, что с вами произойдет? Вы едете вперед и смотрите только в зеркало заднего вида, что с вами произойдет? Это будет авария, 100%, вы разбиваете, что происходит с большинства людей, то и происходит. Если вы сели за руль, если вы поставили цель, вы должны смотреть вперед, но не в зеркала заднего вида. И вот здесь все в нашем разуме содержится, понимаете? Но как только вы поймете, когда вы начинаете себе говорить позитивные слова, сами себе, у вас внутренний диалог может бунтовать, но вы себе говорите, я, блин, я это сделаю, у меня все получится. Даже одну фразу можете говорить в течение дня, у меня все получится, я смогу это сделать, я этого достаю. Просто одну фразу. Вы начнете через руль, вы чувствуете, что начнете в это верить. То есть подсознание вообще не важно, говорить его правду или ложь. Для подсознания вообще не имеет никакого значения. Вот то, что вы туда загрузите, то на выходе получится. Если вы загрузите мусор, на выходе будет мусор. Я сейчас навесю даже эту картинку. Значит, есть. А, есть у нас сознание. Видите, у нас как все спонтанно получается, да? Ну, интересно получается, да? Конечно. Смотрите, сознание есть у нас, а есть подсознание. Кто не знает, как оно устроено? Подсознание. Можете назвать подсознание, это душа, например. Если вам хотите так, душа. Не знаю, не важно. Вот. Ну, точно не дух. Дух это нет. Это источник уже Бога идет. Это то зерно Бога, которое чисто не тронуто ничем. Потом идет душа, потом идет подсознание, сознание. Так вот, смотрите, интересная вещь. Вот что такое сознание? Сознание, это мы вот прямо сейчас можем говорить любое слово. Я себе сейчас могу произнести, я не удачник, я могу произнести, я удачник. И каждый из нас это сможет. Правильно? Вот такое или такое слово произнести. То есть сознание, то, что мы можем выбирать мысли. Интересная вещь в том, что когда вы себе говорите, или вам кто-то говорит, неважно, извне кто-то вам говорит, или вы сами себе это говорите, вот, извне, или вы говорите себе, сами себе, себе это говорите. Слова какие-то, да? Они могут быть либо негативные, либо позитивные. Есть еще, давайте так еще скажем. Значит, есть слова негативные, это когда вы говорите точно себе, что у меня не получится. У меня не получится. Я себя не верю. Это неправда и так далее. Есть слова неуверенности. А вдруг это не получится? А вдруг это не получится? Есть слова позитивные. Я сто процентов это сделаю. Я это сделаю. Я это сделаю. Вот это и это является негативным словом. То есть нужно, и смотрите, что происходит. Вы в сознании можете допускать любые мысли, какие хотите, в своем сознании. Но какая вещь интересная происходит? Если вам все детство, родители говорят, вот иногда я прохожу на детские площадки, там мама кричит, да ты дебил, куда ты лезешь? То есть это вообще не смешно на самом деле. То есть мама закладывает страшную информацию ребенку, и потом он будет жить таким образом. И вот мама говорит ребенку, или кто-то нам из детства говорят, значит ты дебил, куда ты лезешь? Да ты тупой, да ты дурак, ты осел и так далее. Понимаете? Он в сознании, человек это воспринимает, и потом вот эта информация постепенно начинает просачиваться в подсознании. То есть это то неосознанное, второй разум, наш второй разум, то есть неосознанное. Это как жесткий диск, как пластинка. Она записывает все это в сознание, в подсознание. И вот наши обстоятельства формируются только благодаря мыслям, которые попали в подсознание. То есть вот и здесь у нас получается результат. Неуверенность. Если вам заложили в детстве неуверенность, если вы сами думаете неуверенность, и как попадает от сознания в подсознание эти мысли? Путем повторения. Ребят, путем повторения. То есть чем больше вам это говорят негативно, или вы сами себе говорите, путем повторения, тем больше это все просачивается внутрь. И в итоге здесь формируется ваша судьба. Вот, например, вы сегодня, вот даже можете наблюдать, пронаблюдать за собой. Например, я вам, например, говорю, например, Аня, да, ну, когда наступаешь, говорю, да, нос переклиниваешь. Аня, например, к концу, вернее, вот к лету, например, ты сделаешь лидер организации, там у тебя будет оборот 25 тысяч баллов. Верю. А вот на самом деле, что у тебя внутри крутится, внутри? Есть какие-то, что, да блин, ну что-то многовато на самом деле? Нет, вот реально нет. Хорошо, тебе скажу, лидер организации к концу года. Золотой лидер. Золотой только. Все, короче, тебе принято. Нет, просто, Антос, я уже на это настроилась. Смотрите, про что я хочу сказать, что подсознание, то есть то, что вы говорите вот здесь, у вас может быть желание. У вас может быть цель. Но если вы глубоко внутри не пропитались и не поверили в нее, то вот подсознание будет воспроизводить эту реальность. Кто понимает, о чем я говорю? Или не понимает? Нет, понятно. То есть, смотрите, например, вы уже много-много месяцев грустный. Кто же в депрессии вообще? Кто понимает, что такое депрессия? У меня была депрессия самая большая в моей жизни, 4 года. Была страшная депрессия, 4 года. И вот... 5 лет. Я думаю, что оттуда все это знаю, да? Это же все результат депрессии. И ты вот в этом фоне живешь, ты себя погрузил в состояние, мысли, мысли, чувства. Ты живешь в этом фоне. Вдруг ты себе говоришь, я счастливый. Но он тут и голос говорит, какой ты нафиг счастливый. О чем ты вообще говоришь, да? Но если начать произносить себе вот эту мысль новую, я счастливый, снова, 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 то происходит такая вещь, что вот эта информация начинает старая стираться и записываться новой информацией. И как она записывается, кто знает, как ее можно перезаписать в флешке или в детстве? Удражаясь себе. Повторить каждый день. Путем повторения. То есть волшебное слово повторение. Если вы... Я много раз читал книгу Наполеона Хилла, там есть такая фраза. Сейчас, подождите. Какая? Вера – это состояние сознания, которое называется путем самовнушения. Он говорит о том, что единственный способ, как переместить наше желание, наше чайное стремление в подсознание, для того, чтобы не воспроизвелись, да, в конце концов, только повторение. Он говорит, что единственный способ – это самовнушение. Какие есть роды самовнушения? Есть слова, которые мы себе произносим. Слова. Есть визуализация. Визуализация. Мысли. Мысли. Но мысли мы все равно думаем словами, на самом деле. Кто не знает. Кто не знает, что мы думаем словами. Нет, ну а как? Они же там все равно слова крутятся. А словами. А мы же все равно слова там крутятся. Вот он весь процесс и происходит. Поэтому вот эту флешку, вот сегодня вы себе представляете, вот эту флешку, в которой записана разная информация. Может быть негативно, посетитно, не важно. Но подсознание устроено, в чем класс вот этого всего дела. Я сначала был расстроен, когда об этом все узнал. То есть кто-то записал, теперь нужно это чистить. Но есть классная вещь, что вы на самом деле в себя можете загрузить абсолютно любую информацию. Вообще любую. Любую информацию о себе, любые цели можно загрузить. Любое, скажем так, все что угодно на самом деле. То есть мы можем сотворить самим собой все что угодно. Вот это самое важное. Из негатива в позитив. Да, из негатива в позитив. Причем здесь важная вещь. Знаете, здесь такая вот, надо позитивно мыслить. Но это еще не решает еще многие проблемы. Важно вот эту мысль говорить себе столько раз, пока не пропитается, вот прям корнями внутрь вас. Пока вы не станете таким человеком, пока вы не прочувствуете, начнете чувствовать. И вот знаете, когда материализуются мысли на самом деле? Они материализуются тогда, когда вы начинаете чувствовать это. Вот когда вы начинаете чувствовать это. Кто-то с этим вообще сталкивался? Может быть для кого-то вообще высший математик тело это распределяет? Нет? Не высший. Нет, просто люди все разные, поэтому... Поэтому, например, вот я расскажу, чтобы не быть голословным из своей жизни. Историю, когда я начал это понимать. Значит, первая у меня была мысль, вернее, первая, мой такой отрезок в жизни было, когда я в 25 лет оказался в Москве, без... Ну, я один приехал, там родители мне давно умерли уже. Ну, значит, ты нужен был для себя. У меня 7 лет, но были долги, 7 лет. У меня были 3 однокомные квартиры. И я никак не мог избавиться от этих долгов. Я не мог понять, ничего бы ни делал, мне не получалось. Они появлялись, кто-то вдруг не мог отработать. Я вдруг обнаружил, что я бессознательно себя произносил просто фантастическую мандру, афирмацию. Бессознательно. И когда я только понял, что я это произношу, вот это стало начало моей свободы в той ситуации, в той проблеме, которая у меня была. И я тогда обнаружил, что у меня была фраза, что если я говорил, что не может быть, что я живу без долгов, такого не бывает. То есть это фраза, утверждение, установка, которая проговорил себя годами. Я это утверждение поменял, что я навсегда рассчитываю с долгами, я буду свободен навсегда. Слава Богу, через 7 лет я отдал эти долги благодаря тому, что поменял эту установку и начался говорить много-много раз. Потому что для подсознания не важно, что вы говорите. Если вы заряжаете плюс, будет плюс в жизни потом. Если вы заряжаете минус, будет минус. В итоге я сбрался в эту ситуацию. Потом у меня была вторая ситуация яркая в жизни. Я купил себе первую машину. Помню, да? Это было 20 лет назад в Москве. Купился первый автомобиль. И так как был первый автомобиль, я за него очень сильно трясся. У меня был страх. А вдруг с ним что-то будет? Это же моя машина. Как она стоит на улице одна? Я реально переживал. Никогда в жизни машины не было. Сполнали. Да. Там, ну, чуть позже, 20 лет, 27, по-моему, купил первую машину. И мне был страх. И мне было страшно ездить за рулем. Я только выучился ездить. И вот у меня следующие три года были одни аварии. Три года были одни аварии. Это было как проклятие. Реально это было проклятие. Вот. Я не понимал, что происходит вообще-то. Что же происходит? Я про это все говорю. То есть механизм один и тот же. Не важно, какая ситуация в жизни у вас будет. Механизм один и тот же вообще просто везде. И я вдруг начал понимать, какой диалог внутри. Я сейчас выйду, будет снова авария. Но вот снова авария. Я так и знал. Точно сейчас будет авария. Сейчас еду, точно будет авария. Даже у меня был момент, я ел в какую-то точку, опаздывал. Я себе даже сказал, блин, вот сейчас точно что-то случится. Вот что-то точно сейчас случится. И у меня была опять авария. То есть я программировал себя в этих бессознательных диалогах в сознании. Я так настолько часто это говорил, что мы просачивались в подсознании. Я это чувствовал. Я чувствовал страх. Я чувствовал небезопасность. И короче, это было прям проклятие. Мне это бесило сильно. Чем больше вкладывал это эмоции, тем больше это происходило. Чем больше вкладывал эмоции. Знаете, что чем больше эмоций в мысли вкладывает, тем больше она материализуется. Кто бы это не знает. Я могу вас запомнить, если мы знаем, насколько мы смыслеяли, но вы никогда едите в мальопад. Точно. Да, точно. И смотрите, я тогда, что и сделал. То есть я отловил весь внутренний диалог свой. Я сделал какую вещь. Я эту машину продал. Она уже бита, я уже устал ее ремонтировать. Я ее продал. Причем неплохо ее продал. Вот. И я поехал в салон и купил себе какую-то вторую машину. Новую с салона, например, купил. И повесил открытку. Вот я реально, прям, это вот моя история жизни. Как внутренний наш мир, когда мы меняем внутреннее, как внешнее начинает меняться. Я себе повесил открытку, что эта машина под защитой вселенной. Я абсолютно спокоен. Моя машина всегда в идеальном состоянии. И я вот, я сейчас точно и помню, я вот несколько фраз таких написал себе. Написал такую открыточку под козырек. И как только я в эту машину садился, я не переставал говорить вот эти несколько фраз. То есть все время я ехал, я не переставал говорить. Я помню, когда у меня старые мысли, что я прям, мне начинается страх, а вдруг часа пять, что-то произойдет, как в прошлом. Я себе говорю, стоп. И начинаю говорить вот эту аффирмацию. То есть я пока ехал, говорил десятки, сотни раз. Постоянно, как я садился, десятки, сотни раз. Десятки, сотни раз. И потом я еще сделал одну практику, я просто закрывал глаза и представил, что моя машина в идеальном состоянии. И что вы думаете, на этой машине ездил 7 лет, я продал ее, в идеальном состоянии не было ни одной валюты. То есть это было сознательно, это было сознательно, я изменил ситуацию в жизни. То есть своими руками взял, поменяв мысли и чувства, я изменил эту ситуацию. Кому это важно, то, что я сейчас говорю? Потому что вы сегодня можете знать, что крутая компания, у вас может быть, вы понимаете, что у нас здесь крутая техника, как правильно работать, как правильно звонить. Но если внутри у вас мусор, внешне бесполезно менять. Люди не пойдут. Это знаете, как принтер, я еще такое сравнение скажу. Вы на принтере, на компьютере набрали текст. Нажимать кнопку принт, распечатывается листок, и там вы сделали нечаянно ошибку. Вы берете лист, что люди, да, следствие, это лист уже следствие, то, что набрали в компьютере. Берете лист, берете, замазываете и исправляете ошибку. И вы в недоумении, блин, здесь ошибка, что за фигня, да. Потом берете снова принт, нажимаете, опять ошибка, здесь опять ошибка. Вы начинаете злиться на этот листок, что за фигня, понимаете. Вы снова нажимаете принт, вылезает опять ошибка, опять распечатывается. И вы еще больше злитесь. И вы начинаете клянить все, да, да, что это такое. Это большинство людей, мы так, я так поступал, мы так поступаем. Мы боремся со следствием. А что нужно сделать? Нужно взять в компьютер, залезть, исправить там ошибку. То есть нашим разумом исправить ошибку, тогда вы начинаете на принт нажимаете, хоба, и все нормально. Кто себя узнал сейчас в эту ситуацию, что мы боремся с обследствиями, что так далее, так далее, так далее. Нет, то, что мы боремся, может быть, но вот по поводу ошибок, если оно у меня вылезло, я прочитала ошибку, я сразу знаю, где исправить. Ну, ты знаешь, что вы в компьютер залезете. А в жизни мы так не знаем. Нет, в жизни нет. Мы читали книжки про это, а как это делать, мы не знаем. В жизни большинство, да. Да. Вот, и все. И потом человек уже смиряется с этим обстоятельством. Ну, пусть она будет с этой ошибкой буду жить, фиксим. Жил я там, не было у меня там мужчины никогда. Жила я одна, но и фиксить, мужики все равно, козлой буду жили одна. Нежели богатые. Нежели богатые, например. Ну, наверное, не получается, да я такой там не доделал, ну и пусть я буду с этой ошибкой в принтере жить. Ну, это правда, на самом деле. Вот другой вам пример рассказываю. Простой другой пример. Я когда приехал в Москву, да, ну, говорил, что там такая ситуация была один, там, выживал, там, голодал. И до этого я пять лет пытался заниматься продажей, у меня не получалось. То есть это было иногда, редко, может быть, там. То есть это была нестабильная ситуация, отчего тогда какие-то все произошли. Пять лет ничего не получалось. И я тогда начал понимать, что если у меня вот с этими моментами все происходит, значит, я могу настроить и с продажами, то есть неважно, какая рубльность на самом деле. Я тогда помню, когда начал продавать детские книжки на улицах, я начал себе произносить сумму денег, которую хочу заработать. Например, там, хочу заработать, например, там, я не помню по тем временам уже, там, неважно, сумма, там, тысячи рублей, например, да. Я себе начал с утра до, вот, я утром вставал, я себе с утра до вечера стал говорить, сегодня мне надо заработать тысячу рублей, или сегодня тысячу рублей. И, ну, начинает лезть прошлое, там, тебе говорят, там, денег нет, там, или уже там, не тот, там, 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 рыба, не те люди, и так далее. Не важно, что у нас из каждого из головы, но я себе постоянно говорю одну только фразу, тысячу рублей, тысячу рублей, тысячу рублей. Ты приходишь в офис, там, ты книги, язык, у нас сегодня продаж нет, я себе говорю, ничего не знаю, тысячу рублей. Ой, сегодня продажа не очень у меня, у кого-то, я не знаю, тысячу рублей. Потом я духи переключился. Я тогда начал понимать, что вот ту мысль, преобладающую в своей голове, которую я произношу с утра до вечера, моя жизнь начинает выстраиваться в соотношении с этой мыслью. Она просто начинает выстраивать самая мысль. Чем больше я себе говорю, чем больше я себе повторяю одну и ту же мысль, тем больше я в нее верю, тем больше я начинаю чувствовать, тем больше я убеждаю и утверждаю, и с этой мыслью начинаю выстраивать своя жизнь. Я думаю, ну, я все еще больше говорю, ты еще больше чувствуешь подтверждение, и вот это начинает выстраиваться. И таким образом, куда бы я уже ни пришел, я везде номер один по продажам, понимаете? Я научился зарабатывать на продажах доходом до 160 тысяч рублей в месяц. То есть чистыми мой рекорд на продажах 160 тысяч рублей в месяц. Потом я понял, что там у меня была программа минимум 100 тысяч в месяц, а точно всегда на продаже одну зарабатывал. И я до прихода в ЛР уже, 8 лет до прихода в ЛР уже занимался продажами. То есть я научился зарабатывать, независимо ни от кризиса, ни от чего. Например, вот я за 4 дня вот в этом году, и 4 дня работал в этом году, ну, побольше в этом году я отдыхал, ждал себя от отдыха. Я заработал в районе 15 тысяч рублей за 4 дня. Те люди говорят, что в январе уже люди все купили духи, уже все подарили. Да не иметь не было значения. То, что вы сами себе вобьете в голову, для вас это будет реальность. Если вы себе вбили в голову, что я никто, мне не получится, это большая квалификация, для вас это будет правда. И реально будет человек, который себя влюбил в голову другое совсем, и для него будет другая правда. Понимаете? Вот эту правду мы создаем внутри себя. Можно еще много историй рассказать? Запишите мне 13 вопросов. 13 вопросов к себе, пожалуйста. Оля, какие-то вопросы есть. Для кого это было важно? Давайте обратную связь. Помните, где вы фильм смотрели «Семейка Джонса», Дэми Мур, Дэвид Бакловна и главных ролях, смотрели или нет, американских? Нет. Где приезжает такая семья, крутая, и у них и крутые часы, не смотрели? А, я смотрела. Смотрели? На самом деле, в конце концов, указывается, что семья это просто люди, которые продают крутые вещи. И они в этом все входит как реклама. Они на это взорвают крутые деньги. Рядом с ними соседи, женщина, которая тоже занимается косметикой продажной. Она каждый день вбивает в себе, как мату, «Я самая лучшая», «Я первая» и так далее. Ее муж хочет повеситься, но в конце концов в фильме он покончит жить за визом, потому что она вбивает в себе в голову, но у нее состояние в душе не то. А рядом с ней живут люди, у которых состояние в душе просто «мы живем, и мы счастливы того, что мы живем». И у них крутые продажи. То есть, к тому, что ты говоришь, все круто, правильно. Просто кому-то не помогает только фразы, и нужно какое-то ощущение состояния. Можно я так скажу? Да, фразы как раз поживают. Именно противника. Смотрите, ребят, смотрите. Смотрите, что такое состояние на самом деле. У нас в голове есть мысли. Давайте вам тогда перед этим еще… Вот смотрите, первый год у меня люди не подключались. За первый год подключил 8 партнеров. Это больно-больно, страшно-страшно. И я понимал, что я уже классно презентацию положил на вопросы. Все, короче, у меня уже 5 пунктов, предвидение встречи, все четко. Но ничего не происходит. Почему? Да, почему вопрос? Что я стал делать? Вот простое вам реально… Я говорю то, что у меня работает. Я вам объясняю это логически. Вы можете быть чем-то не согласны. Это нормально, да. Смотрите. Я себе просто на этом, значит, что я начал делать. Я говорю, вот месяц начинался, я говорю, в этом месте я подключу 3 новых партнеров. У меня внутри мозг говорит, да ну, да не может быть, ты год не чёё. Я себе говорю, в этом месте я подключу 3 новых партнеров. В этом месте я подключу 3 новых партнеров. Я начал с утра до вечера говорить, в этом месте я подключу 3 новых партнеров. В этом месте 3 новых партнеров. У меня внутри мозг, подсознание, фунтурь. Да ну, да ты чё, да. Я себе говорю, в этом месте я подключу 3 новых партнеров себе. В этом месте я подключу. Прихожу в офис, а у нас люди не подключаются Я говорю, в это место подключу тренок, партнер Я как дурак стал себе это говорить Тупо, как дурак стал себе это говорить Я говорил себе тогда, когда я в это не верил И говорил тогда, когда чувствовал, что ты верил И у меня люди на втором месте стали подключаться Понимаешь? И рекорд 15 партнеров Почему это произошло? Потому что я сознательно в голове изменил диалог Смотри, как происходят у нас свои вещи У нас есть мысли в голове, они могут быть осознанные и неосознанные Что мы делаем дальше? Мы обрекаем мысли в слова 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 это мощная энергия Если, например, ты себе говоришь с утра до вечера, что у меня не получается Они не подключаются Это означает, что у тебя второй процесс творения Первый процесс творения это мысли Пока что-то крутится, например Хочу выйти на доход, там 300 тысяч в месяц Вот, потом ты себе говоришь Эти слова уже начинаешь обрекать Ты прям пишешь, что я такая-то Вот на какой-то доход я выхожу и так далее И дальше, для того, чтобы это начало случаться, ты действуешь Правильно? Да Действуешь Но пока ты еще не веришь в это У тебя внутри еще негативный диалог крутится Что дальше нам нужно делать? Нам нужно повторять Повторять две вещи Нужно повторять вот это и повторять вот это Вот это и вот это повторять Мы с помощью повторения И что нам нужно достичь в результате вот этих двух вещей? Что нам нужно достичь? Мы должны начать чувствовать новые чувства, которые вызывают слова, которые он произносит То есть, когда мы начинаем произносить это слово, мы начинаем его чувствовать Если ты говоришь, что я грустная, несчастная, бедная Ты чувствуешь вот это паническое состояние Тебе плохо, внутренний фон тебе плохо Когда ты говоришь, что я смогу, я сделаю Сначала ничего не произойдет День за днем начинаешь говорить Ты понимаешь, что, блин, правда, я же смогу это сделать А кто мне сказал, что не смогу? И у тебя начинает расти вот эта вера То есть, вот чувство, которое ты начинаешь чувствовать В результате произнесения новых слов Это и есть твоя вера Либо это убежденность в том, что ты это сделаешь И чем больше ты себя убедишь в этом Когда ты будешь чувствовать внутри себя этот фон Вот это приведет тебя 100% к результату 100% к результату приведет И когда ты зацепишь этот момент один раз Ты поймешь, как это работает внутри тебя Ты будешь понимать, что ты можешь создать любые вещи в своей жизни Ты можешь создать любые ситуации У нас же всего в жизни, какие у нас есть эти Аспекты жизни Это здоровье Это деньги Это внутренняя гармония Либо негармония Это личные отношения Все, это все вещи, которые нам нужно Работать в этой жизни Прийти к совершенству Вот это Я говорю тем, что я осознал То, что я понял Вопрос Понимаешь? И вот если у тебя здесь На входе в твоей голове мысли негативные Значит, это означает, что ты негативно мыслишь словами И словами про себя Как ты негативно говоришь У меня не получается Я такая Я одинокая У меня плохое здоровье И так далее Это означает, что эти слова Тащат за собой чувства Негативное слово Негативная мысль Тащит негативные слова Внутри тебя Диалог И это называет Приводит тебя к негативным чувствам Когда ты начинаешь говорить позитивно Через время Через какое-то Ты начинаешь говорить позитивно Но через время Ты приводишь к тому, что у тебя начинается Внутренний фон Чувство позитивное И тогда результат поменяется На выходе Он другой со всеми становится Вопросы? Вот девушку что-то хотела сказать Чуть-чуть Можно дать? Давай, давай, конечно Может быть, да Большое спасибо Поделился своим опытом Это очень ценно и важно Вы знаете, что у нас у всех Всегда по-разному Самое главное Вот, чтобы плюс Вот этот, как говорил Антон Сознание под сознанием Перешел Ищите себе подтверждение У каждого оно свое будет Например, вот Ты говорила Я счастлив А внутри все Не, несчастлив Вот вы возьмите Эту фразу Я счастлив И напишите себе Как минимум Четыре пункта Почему Ты Именно ты Счастлив Именно здесь Ну там Потому что Найди вот эти Конкретные Свои примеры Только тогда Сознание Передет под сознанием Ты прям круто Просто это еще Более глубокая тема Ну это очень глубокая тема Я могу сейчас Просто упражнение Дала, которое Помогает Нам Вот это Ты классная вещь сказал Смотри Я даже сейчас продолжу Твою мысль Потому что Совершенно верно Просто на самом деле Это следующий блок Кто не знал Следующий блок Я тебе очень благодарю Следующий блок Давайте Я сейчас как раз Проиллюстрирую Этот момент Как тебя зовут Юля 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 Это крутая вещь Это следующий блок Это уже следующий трейн Так вот смотрите У нас есть Например Какое-то негативное Убеждение Например Негативное Убеждение Такой скол Вот новое Убеждение Вот это Стол 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 Вот это У нас Четыре ножки Идет Вот это У нас Четыре ножки Да и там Еще ножки У нас Так вот Это у нас Новое Убеждение Мы сделали Позитивное Убеждение И правильно Юля сказал Что пока еще Ничего не подкреплено Если даже на этом Уже было произвести Это будет круто Но если вы Ты совершенно верно Сказал То что я в этом году Работал над своим Одним негативным Убеждением В этом году Вот Если Ты себе Начинаешь Нужно Как Тони Робинсон Говорит Что нужно делать Четыре ножки Поставить Почему А почему А почему Это так Это так Например А почему Это так Вот например Если Александр Александр Например Хочет сделать Новую квалификацию Но есть внутри Сомнения Есть некий Внутренний диалог Который мешает Это сделать И мы говорим Мы например Говорим просто Александр У тебя 100% Этот бизнес получится Ты станешь Ты станешь Александром 100% 21% Вот И тебе говоришь У тебя Сто процентов Получится В этом году И ты себе Говоришь У меня это получится Тебе нужно Еще подтвердить Как правильно Сказала Юля Да Я просто развиваю Дальше Тему Вот И мы Говорим Что Александр Ты даже Не представляешь Первая причина Почему У тебя Это получится Потому что Ты супер Профессионал Косметики Ты продукт Знаешь Вот и долг Значит Первое Отвержение Пишут Я У меня А почему Это так У меня Это получится Потому что Мы так Пишем Фразы Я Супер Знаю Продукты Я Профи Это Сильный Аргумент Он Подтверждается Ребята Подтверждается Александра Кстати Она Очень Косметолог Да Давай Еще С тобой Придум Еще Три аргумента Почему Сто процентов У тебя Получится Давай Мы с тобой Проработаем Почему Ты сто процентов Получишь Двадцать процентов В этом году Ну Если Это Татья Цель Например Не Плохая Например Кто Может Помочь Как Александре Создать Еще Убеждения Для того Чтобы Точно Это Произошло Чтобы Они Были Реальными А Не Просто Я Придумываю Правильно Да Нужно Какие Ты любишь Компанию Да Я Люблю Компанию Можно Сказать Убеждение Что я Люблю Компанию Чем Другим Заниматься Не хочу Можно Почему Ничем Не люблю Я Не Бизнес Таким Другим Другим Бизнесом Нет Другой Компании Нет Рассматривай Хорошо Можно Как Убеждение Сделать Например У нас Адекватные Цены На продукты Их может позволить Абсолютно Любой Человек Это Легко Сделать Нелегко Подключить Много Людей Потому Что У нас Недорогие Цены А можно Сделать Убеждение Можно Можно Это Хорошее Убеждение У нас Реальная Цена Недорогие Качество Тебе Нужно Создать Любое Убеждение Например Сколько Был Я Грамотно Доношу Идеи Бизнеса Если Начинать От Самых Как Действия Нет Как Подключила Контракт Подключила Два Года Я Два Года Уже Набрала Опыт И Это Точно Даст Например Рост Я Правильно Говорил Про Эту Вещь Которая Вы Тогда Понимаете Процесс Или Не Понимаете То есть Одно Убеждение Например Продукты По Здоровь Они Реально Те Себе Промерил Да Это Можно Скать Как Убеждение Что Я Убудился Что Продукт Работает Он Нужен Людям И Цены Адекватные Как С Таким Продуктом Можно И Поставить Убеждение Блин Убеждение Да Классно Качество Например Знай Качество Результат Убеждение Убеждение Это Классно Убеждение Например Да Или Я Уже Два Года Я Служил Результат То есть Вот Эти Вот Вещи Вот Давайте Тогда Ребята Заканчиваем Обратную связь Что для вас Было полезно Прям Можете Руки Поднять Что Для вас Взяли Вот Сегодня У нас Сегодня Какое Спонтанное Отлучение Получилось Я Прям Даже Записала Машина Я Еду Без аварии В меня Никто Более То есть Нельзя Вообще Получ Нужно Убирать Приметивные Фразы Я За тобой Записываю Я Не Без аварии У меня Нет Такой Фразы Я Без аварии Ежу Аварии Нельзя Вообще Произносить Это Программирование Идет На Аварии Понимаешь А что Тогда Произносить Я Ежу Безопасно Я Ежу Безопасно А Вот Ты Говорил Так Не Безопасно Да То есть Нельзя Такой Угол Произносить Знаете Такое Пожелание Желайте Не болеть В следующем Году Нафиг Мне Такое Пожелание Желайте Быть здоровым Это Пожелание Мне Никто Не Врезает Тоже Не Надо Ни В коем Случ Таким Решен Вообще Зачем Делаю Сказ Ну Я Желаю Ваши Я Ежу Комфорт Классно Безопасно Всегда Безопасно Вот Делаю Другое А то Я Шесть Летом Сохи 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 Ну Как он Объяснял Так Я Зачем Обратную связь Что взяли Для тебя Полезно Можете Прямо Стать Сказать Что Для нас Было Сегодня Важно Что Вы Не потратили Время Приехали Питать Ваши И 13 Попросы Себе Пробочите 13 Попросы Можно Продектовать Попросы Не 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 Вы Собьи 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 То Что Это Самое Важное В жизни Потому Что Что Мы Как Бо Ни Делали А Наши Мысли Определяют То Где Мы Будем И Как Мы Будем И Антон постарался Нам Это Донести Это Во Я Свою Жизнь И Свою Сто Процентный Результат И Погашение Тоже У меня Ни Одной А Я Слышала Каждый Раз Я Повторяю Это И Работает На Сто Процент Вот Это Большое Спасибо Тебе Антон Многие Вещи Самогнушение Мне Хорошо Для тебя Что Было полезно Самогнушение Мне Очень Понравилось Убедить Самогнушение Убедить Себя В том Что Ты Действительно Все Сможешь Сделать И Все Получишь Даже Вранье Становится Правда Если Ты Этого Очень Точно Что Правда Вот Прямо Реально Круто Мне Сюда Лезло Для Болучим Все Страдания Вовремя Здесь И Сейчас Нет Ничего Прямо Действия Незействия Все Эти Негативные Нужно Преодолевать Не Обращай Незействия Незействия Девушка Внимательно Я знал Что для Вас Было Что Мы Полностью Все зависит от нас Как мы себя настраиваем Как мы реагируем На эти иные вещи Ставим Международные Цели И Нужно Работать Да Да Дофига Работать А можно Не работать Можно Не работать А можно Наслаждаться С собой Потому что В принципе Когда ты Рождался Ты Уже Проблема В том Что Внутру Матери Программирование Мы Как Чистые Листовы Уже Когда Беременная А потом Когда Растит Ребенок Программа Вкладывается В голову Хочешь Я за то Чтобы поменять Программу Которую Нам не нравится Потом Наслаждаться Жизнью Я не могу Наслаждаться Жизнью Наслаждаться Такой Жизнью Понимаете Есть у кого Что-то сказать На завершение Нет Антон Спасибо Благодарны Благодарны Спасибо Не зря приехали Не 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 Держи А то Заиграю Ну давайте Обниму Редактор субтитров Корректор Корректор Корректор